Посыпется не только фронт, может посыпаться вся наша государственность. Знаете известную сентенцию, хотите загубить дело, создайте рабочую группу. Но идея правильная у вас. Надо подумать. Поручите Руденко. Я с вами согласен. Он желает смены руководства Министерства обороны и Генерального штаба. На самом деле этого же желает любой нормальный офицер на фронте и в тылу. Друзья, всем привет. Гиркин прогнозирует уже распад российской государственности, распад страны. В это время Путин обсуждает какие-то рабочие группы, заикается, повыкладывали его видео с военкорами другие. Ну а в это время горят гауляйтеры, взрываются их машины, все летит в тар-тарары. В общем, сейчас обо всем подробно. Подпишитесь, пожалуйста, на канал. Если вот кнопка под этим видео красная, значит непорядок, друзья. Срочно это надо исправить. Нажмите на нее. Спасибо. Вы подписались. Теперь вы будете в курсе всех главных событий, как на фронте, так и в геополитике. И это очень важно. Ну и будете помогать нам распространять правду. Спасибо вам. И нажмите кнопку лайк. Это очень важно. Ну и напишите, что вы думаете о Путине, заикающемся с военкорами. Что вообще все это было. Интересно почитать ваше мнение. Итак, у нас интересные события. В тылу условном, то есть в Крыму, взорвался очередной гауляйтер, помощник вице-премьера Запорожской области Епифанов. Взорвался. Смотрите, как ярко он взорвался. Три человека. С ним был его секретарь и охранник. Говорят, что они везли газовый баллон. Что это, украли его откуда-то, что ли? Или газа уже нет там нигде. Что с собой возили. В общем, непонятно, что это было. Но они так одной ногой на концерте Кобзона. Надеюсь, что и вторую ногу туда тоже переставят. Ну и пока российская пропаганда, кто не смотрел мое видео, посмотрите, рассказывает, как все у них хорошо, что их солдаты не бегут, то в Белгородской Народной Республике другое мнение. Помните, я рассказывал вам, что там появились тикток войска Кадырова? Так выяснилось, что появились они туда ненадолго, друзья. Как появились, так и сейчас, так и сразу исчезли. Сняли видео, исчезли. А там все продолжается, прилеты, и вообще там жарко. Посмотрите, как в Валуйках. И жарко, и громко. Ну что, лето такое в БНР. Посмотрите. Ну, вы видите, в общем, что там происходит. Стрелков с них ржет. Говорит, что, а что, вам никто ничего не обещал покоя? У нас тут СВО идет. Ну вот так вот, как умеет, так и идет. Еще новость из фронта. Оказывается, мы не просто взяли пятихатки. Это село в Запорожской области. Ну и разгромили там практически полностью уничтожен батальон Шторм-Зет Осетия во главе с их заместителем комбата. Вот он за двухсочин туда же отправлен на концерт Кобзона. Тоже интересно. Ну а в это время Путин рассказывает, что он подумает над рабочими группами какими-то. Это безумие. Посмотрите, как он выглядит, что заикается. Ну, это такое сложное дело. В общем, посмотрите на эту клоунаду. Вы знаете известную сентенцию. Хотите загубить дело, создайте рабочую группу. Ну идея правильная у вас. Надо подумать. Поручите рутенко. Я с вами согласен. Я сам хочу это сделать. Понимаете, вот если бы удалось... То, что наши там бывают постоянно, вы это знаете. Кириенко не вылезает оттуда. Значит, Марат Хуснулин там постоянно. Мантуров там постоянно. Представители промышленности постоянно. Но рабочую группу создавать бессмысленно. Нужно какую-то системную работу как-то наладить. Надо подумать. Понимаете, вот создать какую-то группу там администрации, чтобы она постоянно там шастала среди командиров. Здесь есть проблемы. В армии должно быть единочалие. Понимаете? И здесь, как только появится какая-то рабочая группа, еще что-то напрямую от президента, это тонкая вещь. Но то, что собирать информацию, селектировать ее по наиболее перспективным техническим средствам, военно-техническим, конечно, это было бы очень здорово. Ну, реально какой-то просто бред. А оценка Гиркина этому всему очень проста. Говорит, если прорвут линию фронта там, на юге, Запорожская, Донецкая область, говорит, все, это конец российской государственности. Уже все они там настроены, хотят, как он увидел по Петербургскому экономическому форуму, назад отдаться Западу, из-за этого готовы все отдать, ну и как бы государственность его представления. Ну, то есть слить империю. Господи, наконец-то вы посмотрите. Все это висит на тоненьком волосочке. И волосочек это называется линия фронта. Если враг ее оборвет, у нас посыпется все. Посыпется не только фронт, может посыпаться вся наша государственность. Вся властная вертикаль. Вся стабильность, при которой на фронте люди в грязи, в говне и в крови по уши, а в двухстах километрах в тылу, вообще все нормально. Пиво, праздники, презентации, и Петербургский экономический форум, на котором наши либералы просто демонстрируют все совокупности, что ничего не произошло, что мы по-прежнему хотим в глобальный мир, что по-прежнему очень хотим замириться с дорогими западными партнерами, и что всю эту историю с СВО мы хотим, чтобы закончили как можно скорее и любой ценой. Ну и еще Гиркин рассказывает о том, что не только Пригожин, но вообще вся армия ненавидит Шойгу и его всех ставленников, из-за которых они там просто мрут, как мухи, без всякого толку. Послушайте еще Гиркина-Стрелкова. Принимайте мои условия, и тогда я, может быть, вам помогу. А условия его уже обозначены. Он желает смены руководства Министерства обороны и Генерального штаба. На самом деле, этого же желает любой нормальный офицер на фронте и в тылу. Этого желает любой солдат, который за почти уже 16 месяцев войны пролили реки крови из-за дурости, тупости, вороватости и абсолютного непрофессионализма очень многих ставленников нашего министра обороны. Но вопрос в том, что тех, кого Пригожно сейчас лоббируют, а это Суровикин, и как там его недавно уволенный генерал, дай бог памяти запамятовал, Мезенцев, они ничуть не лучше, а если и лучше, то не сильно. Ну а в самой российской армии бардак, вот они уже выкладывают видео, как не то, что они там воюют с ЧВК Вагнер, как они друг с другом воюют, друзья, друг с другом. Вот послушайте, как рассказывает российский военный, как их командир и в них же и стрелял, и их обстреливал. Ну просто. Квадроцикл маленький, покупался за личные деньги одного из мобилизованных. Вот его тоже постреляли, колеса, там где двигатель, за бак прострелил. Квадроцикл большой. Квадроцикл маленький, вон тот, покупал рядовой Богомолов, мобилизованный за свои личные деньги. Квадроцикл большой. Также человек был 300, легкий 300, получил выплаты, купил квадроцикл. Вот так же все прострелили. Вон прострелили. Вон раздатки. Все попростреливали. Колеса прострелили. Каландир полка товарищ Кутаев. Не понравилось ему, что у нас много техники. Друзья, вот такие новости, как вы видите, настроение у них не очень и прогнозы Гиркина вообще катастрофические. и горят у них тылы. Ну а нам свои рубиты, а значит бороться, сражаться на всех фронтах, информационном, дипломатическом. Помогите мне это сделать, подписавшись на канал, поставив лайк. Держим строй!